Здравствуйте! Это итоговая информационная программа «Взгляд с высоты» в студии Марина Клинкова. До дня голосования 18 сентября остается две недели и поговорим о том, какие партии и с каким багажом вышли на финишную прямую, а какие часть этого багажа растеряли. Терять было что. На прошедшей неделе облзберком запретил распространять агитационные материалы кандидатов от КПРФ Михаила Таранцова, кандидатов от партии Парнас Игоря Конотопова и Вадима Меркулова, а также партийный газет из «Проворосов». Так, в печатных изданиях кандидат от коммунистов и из «Проворосов» были обнаружены такие нарушения, как использование изображений граждан, тогда как, согласно внесенным изменениям в федеральное законодательство, в агитматериалах можно размещать только фотографии кандидатов. Почему внесенные коррективы не отследили юристы кандидатов и, по сути, их подвели? Вопрос. Ведь финансовые потери, которые понесли кандидаты в результате запрета распространения агит-литературы, можно назвать серьезными. Например, тираж запрещенной газеты кандидата от КПРФ Михаила Таранцова составляет 183 тысячи экземпляров. Неприятности и у кандидатов от партии Парнас. Содержание агитматериалов представителей партии, предназначенных для публикации в двух печатных СМИ, вызвали вопросы у членов облсберкома и теперь их внимательно изучат правоохранительные органы. А в обращении Игоря Конотопова в избирательной комиссии и вовсе усмотрели признаки экстремизма и клеветы на президента России. В свою очередь, внимание привлекло и само заседание облсберкома, где разбирали агитационные завалы кандидатов, а именно секретарь областной избирательной комиссии Анастасия Сидорова, представляющая в избирательной комиссии партию «Единая Россия», а точнее ее футболка с изображением президента России. Такая открытая демонстрация политических взглядов вызвала вопросы у читателей высоты. Цитата с комментариев форума. Ведь облсберком должен быть объективным. Но помимо объективности, приветствуется еще и креативность, так что журналисты высоты 102 на фоне, в общем-то, не блещущей оригинальностью и новизной избирательной кампании попытались сделать выборы не таким уж скучными. Придумали, надеемся, смешной видеоролик по мотивам одного из концертов «Уральских пельменей». Расшевелить избирателей взялся и глава облсберкома Геннадий Шайхулин, который озвучил видеоролик избирательной комиссии. Волгоградская область. Край славной богатой истории и культуры, легендарным боевым прошлым и динамичным настоящим. Уникальная природа между Речи и Волги и Дона, сильные духом люди, яркие многонациональные традиции столетиями ковали самобытный волгоградский характер. Любить, творить, строить, бороться, вдохновлять, страдать, воевать, возрождать, гордиться, дружить, работать, отдыхать, думать, выбирать, побеждать. Все это мы, волгоградцы. Опытом вовлечения жителей Волгоградской области в избирательный процесс Геннадий Шайхулин поделился и на видеоселекторном совещании в ЦИК. А вспомнить было что. Пресс-завтрак в избирательной комиссии. Главные герои – чай с мятой из моего огорода, самовар, подаренный Сергеем Костенко, председателем Тульского избиркома, домашний мед и баранки. Обсуждаем рецепты будущих выборов. На последних региональных выборах рутинную жеребьевку размещения партий в бюллетене проводили дети членов комиссии от разных политических партий. Вместо баллотировочных шаров они с закрытыми глазами тянули киндер-сюрпризы и в мгновение став телезвездочками. А шоколадные яйца избиркома в Волгограде стали интернет-мемом. Глава ЦИК Элла Панфилова, судя по всему, оказалась довольна. Но довольны ли избиратели тем, как проходит предвыборная кампания в Волгоградской области? С одной стороны, в ней не хватает некой живинки. А с другой стороны, то, что происходило в последние годы во время выборов в Волгоградской области, например, скандалы с открепительными, незаконные агитации чиновников, пересчетом голосов, это было за гранью дозволенного. И это уже не говоря о черных технологиях, которые вовсю использовались на выборах. Впрочем, и сейчас не обходится без их отголосков. Например, недавно неизвестные повредили предвыборный плакат кандидата в депутаты Госдумы Михаила Таранцова. Правда, его тут же заменили на другой. А в интернете появился фейк предвыборного билборда другого кандидата в Госдуму Татьяны Цивизовой. Как видим, содержание интернет-версии плаката кандидата полностью придуманное. Влияет ли все эти события на предвыборные предпочтения и ожидания волгоградцев? Вот результаты опроса, который журналисты высоты 102 проводили на этой неделе на улице города и области. Вы, кого выбрали из партии и кандидатов? За никого. Почему? Потому что никому не верим. Кувычка. А из партии? Единая Россия. Пока еще не знаю за кого. Если партия, то получается Единая Россия. Почему? Ну как почему? Стабильная. Кандидатов просто не знаю, поэтому называть как таково не смогу. Никого. Почему? С них толку. Выбираешь, выбираешь, все так же остается. Пока предпочтений нет. Я думаю, в день выборов все решится. Я бы лично за ФДФР пойду. А почему? Нравится мне. Я не пойду. Ну, конечно. И Единая Россия здесь много в нашем городе вкладывает. То, что сейчас идет ремонт дорог. Социальная инфраструктура как бы не качалась, как бы тяжело нам не было. В любом случае город еще поддерживается. Ну если бы пошла за коммунистов. Вот было бы партии изобретателей России. Вот я бы за них проголосовал. Умные люди. Но партии такой пока нет. Все поделать. Ну, наверное, все-таки всегда приоритет у правящей партии. У партии правительства, так скажем. Так что, наверное, все-таки за них. Справедливость России за Миронова. А почему? Ну, мне его нравится. Это честеричное. Конечно, за Единую Россию. Насколько результаты нашего опроса совпадают с общей федеральной тенденцией? Последнее исследование Левада-центра показало, что за Единую Россию проголосовало бы 57% опрошенных россиян, за КПРФ 15%, ЛДПР 15%, за Справедливую Россию 5%. Данные исследования, проведенного в Волгограде другой компанией ООО «АМК Битилайн», представленные газетой «Московский комсомолец», несколько отличаются от результатов Левады-центра. Так, в случае, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то есть сегодня, 53% опрошенных респондентов проголосовали бы за Единую Россию, 18% с лишним за КПРФ, 15% за ЛДПР, около 5% за Справедливую Россию. Прогнозируемый результат Единой России здесь ниже, чем по стране, но скорость роста рейтинга партии власти несколько выше. Такой расклад аналитики связывает с тем, что в регионе Единая Россия позиционируется не только как президентская партия, но и как ресурс, который намерен помогать губернатору в реализации стратегии развития региона. Различается картина и по рейтингам оппозиционных партий. Волгоградской области КПРФ ЛДПР сохраняет стабильные рейтинги, но коммунисты опережают либерал-демократов. А вот перспективы справоросов в области оптимизма не внушают. Но это пока лишь прогнозы и окончательную свою позицию жители области выразят, когда придут на избирательные участки. Уже на следующей неделе облсберком приступит к приемке 4 миллионов напечатанных бюллетеней. Право на голосование организаторы выборов обеспечат. Останется дело за малым прийти на избирательные участки. Но выборы пройдут, и независимо от их результата, мы останемся жить в нашем городе, который, конечно же, со временем меняется. Но вот всегда ли эти изменения ему идут на пользу? Тема благоустройства и градостроительства не теряет своей актуальности уже не один десяток лет. И главная проблема этой сферы – гармония, точнее, ее отсутствие. Не так давно почетный гражданин города-героя Волгограда, заслуженный архитектор России Юрий Староватых, рассказывая об интерьере нашего города, назвал Волгоград… На очередной встрече музыкальной комедии назвал свой любимый город уличной женщиной со спущенными чулками. Ну и пояснил, почему. Нет целенаправленной градостроительной политики. Строится там, где не надо, и то, что не нужно. Зеленые насаждения или гибнут, или вырубаются. На их месте растут автомойки, автозаправки, здания, офисы, которые мало вписываются в существующую архитектуру. Многочисленные разнокалиберные торговые киоски, беспорядочно разбросанные по всем районам города. Они не вызывают никаких положительных эмоций. Конечно, никак не украшают город, наоборот, уродуют его. Так есть ли выход из этой ситуации? Что нужно делать для того, чтобы действия по освоению городских территорий путем застройки или реконструкции были направлены, главным образом, не на реализацию городских земельных ресурсов и не на получение максимально возможного навара? Какой должна быть роль бизнеса и власти в этом вопросе? Эти вопросы не раз становились предметом обсуждения в регионе и особенно встали остро в связи с подготовкой города-героя к чемпионату мира 2018 года по футболу. На днях об этом говорили на совещании, в котором приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководство Волгограда вместе с бизнес-сообществом. Руководители города и области заявили, что намерены навести порядок в этом вопросе, причем строить где угодно, что угодно и так, как выгодно только бизнесу, уже не получится, заявили они. Абсолютная должна быть, на мой взгляд, свобода, предпринимательства, предпринимательства, свободный и быстрый человек. Тому, кто реально занимается добропорядочением, кто реализует свои проекты, свою здоровую алюминицией, действительно получает определенные доходы, развивает свой бизнес. Вот к такому предпринимательству мы вместе с вами должны создать силу спокойного развития. И другое. Те, кто пользуются черными, серыми схемами, они должны быть максимально короткий срок, уйти. Казалось бы, спорить здесь не о чем, однако на том же совещании предприниматели говорили о том, что страдают больше всего именно добропорядочные бизнесмены. Бизнес бесконечно проверяет различные контролирующие органы, вставляют палки в колеса, а теневики как раз чувствуют себя очень уверенно. При этом особо стоит тема незаконных построек, заполнивших город. Гаражи, автостоянок, автомоек, киосков, павильонов. Главное при этом, что многие из них возведены незаконно. И многие предприниматели в обход законов, построившие эти так называемые сооружения, не собираются их сносить, несмотря на предписание власти и даже решение судов. Журналисты съемочной группы «Высоты 102» побывали в самом южном районе города Красноармейском и Северном Тракторзаводском. Ситуация практически одна и та же. Например, в Красноармейском районе с января прошлого года и по сегодняшний день выявлено 16 незаконных построек. В Тракторзаводском за этот же период 47. К примеру, на улице Героев Тулы успешно работает автомойка, возведенная предпринимателем без разрешительных документов. Уже долгое время существует незаконная пристройка к павильону-кафе по улице имени Николая Трады 11А в Тракторзаводском районе. К тому же, по большому счету, это сооружение на площади, где отдыхают Тракторзаводцы, вряд ли можно назвать украшением района. На проспекте имени Героев Сталинграда торговый центр «Факел» разукрашен рекламными плакатами во все цвета радуги. С правой стороны здания пристройка из красного карпича с красной крышей, которая никак не гармонирует с самим зданием. Рядом, буквально в нескольких метрах, выстроились врядки-оски, также напоминающие разноцветные кибитки. Помимо этого, один из таких павильонов работает также незаконно. Но почему-то владелица данной закусочной по проспекту имени Героев Сталинграда 56 пристройку к зданию решила ни с кем не согласовывать. Незаконно была построена и автостоянка на улице Гремячинская, 52. Предприниматели возвели здесь кроме этого здания и контрольно-пропускной пункт. Словом, целый комплекс. Другие бизнесмены пошли дальше. До сих пор неизвестно, на законных ли основаниях установлено кафе «Блюм» на набережной Красноармейского района. Вид на Волгу отсюда прекрасен, но совсем непрекрасно чувствуют себя жители и гости района. Как рассказывают нам жители, это место одно из любимых горожанами. Так вот, половина тротуара полностью занята увеселительным заведением. Здесь ездят велосипедисты, любители роликов и коньков, гуляют родители с детьми, поклонники скандинавской ходьбы с палками, другие пешеходы. Но кроме этого, установлены беседки с практически рядом общественными лавочками для отдыхающих. А в беседках курят, употребляют спиртные напитки. В результате присесть на лавочку с ребенком просто невозможно. Тут кафе стоит, почти занимает вот эту дорожку. Детям нельзя ни покататься, нужно объезжать. Даже гуляющие, когда проходят. Я не знаю, в каких целях. У нас же все-таки есть администрация, которая за этим наблюдать должна. На каких основаниях они так поставили этот кафе. Вот в чем беда, что за этим практически не надзирается. Или, простите меня, просто отстегивается. Вот и все. Примечательно, что кафе это существует не первый год. Люди неоднократно жаловались на произвол предприимчивых бизнесменов, однако никто им ни на одно обращение не ответил. Почему власти хранят гробовое молчание, это непонятно. Откусили тротуар и у жителей Краснооктябрьского района на проспекте Ленина 111Г. Об этом «Высота 102» рассказывал в своих публикациях. На территории зеленой зоны вырубили деревья, в сам тротуар вбили столбы и оградили забором. Кто разрешил осуществлять такие действия хозяевам будущего кафе, тоже не ясно. Хотя многие хотели бы видеть на этом месте те же деревья или клумбы с цветами, но никак не кафе. Ведь буквально в нескольких метрах от этого строительства уже есть подобные заведения. Но об этом, увы, людей не спросили. Их уже переизбыток этих кафе. Уже слишком их много. И даже, наверное, они не заполнены до такой степени, чтобы прям быть востребованными. Тем более вырубать деревья. Их и так у нас мало в нашем городе, в нашем таком городе, которому нужно как можно больше зелени. А его здесь очень мало. Между тем, на той же встрече с предпринимателями региона, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев призвал бизнес-сообщество уйти из тротуаров, не выталкивать людей на проезжую часть. Обычное наше разгильдяйство, некоторых наших предпринимателей, документы не оформили. То есть стоит здание незаконно. У нас нет задачи его снести. Мы помогаем его оформить, привести в нормы. Но в то же время у нас таких, кстати, единицы. Больше у нас другого. В городе, где есть помещение, то, что мы говорим, Шанхай, Бардак. И там все оформлено. Все оформлено на законных обстоятельствах. Через суды, другими путями. Но не соответствует никаким нормам ни архитектуры, ни облику. По словам руководителей города и области, не нужно строить винегреты. Наоборот, важно уходить от тех застроек, которые не приносят городу ни эстетики, ни красоты, и тем более те, которые строятся незаконно. Дело это общее и власти, и бизнес-сообщество. Работать открыто, честно, прозрачно. Именно предпринимателям, работающим в рамках закона, как заявляют руководители города и области, будет оказана всесторонняя поддержка. Только совместными усилиями можно прийти к результату. Тогда никто не назовет наш город женщиной со спущенными чулками. Редакция продолжит следить за этими темами в следующих выпусках. До свидания, до будущей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова